Сегодня вторая лекция. Первая лекция была такой, что я бы не считал ее особенно удачной. И отчасти причина была в том, что я не мог освоиться толком с интерактивной доской. И по этой причине я на сегодня заготовил слайд. И вот номер второй имеет первый, это титульный лист. Слайд вы видите перед собой. Значит, мы продолжаем рассматривать операторные матрицы. И при этом, может быть, это и дальше я упомяну по слайдам. Ну и сейчас скажу, что матрицы операторные, элементами которых являются дифференциальные и линейные операторы, вот так как написано здесь, будем называть иногда для краткости просто операторами, если они квадратные. Если прямоугольные, ну, будем говорить операторные матрицы. Да и квадратные иногда тоже. Так вот, в тот раз я остановился на довольно технической вещи, что операторную матрицу можно записывать вот так компактно, как наверху написано на слайде. Да, я мышкой могу показывать вот здесь. А можно в развернутом виде, развернутые матричные представления. Вот вы его видите здесь, оно помечено цифрой 1. Ну, развернутые мы как бы расписываем все по степеням оператора дельта. Напоминаю, что дельта, как правило, это обычное дифференцирование, как вот здесь написано. Но, собственно, мы все рассматриваем на всякий случай над некоторым абстрактным дифференциальным полем и обозначаем для общности дифференцирование буквы дельта. А иногда штрихом, когда это удобно. Всякие обозначения тут уместные оказываются. Да, так вот, что написано здесь. Это мы расписали наш оператор исходный, и по степеням дельта. А коэффициентами оказались матрицы того же самого размера. Но эти матрицы уже имеют элементы объекты, которые принадлежат полю коэффициентов. Вот дифференциальное поле, если мы это считаем, что дифференциальное поле договорились обозначать буквы К, а главное, с такими дополнительными линиями. Как бы она и жирная, но светлая в то же время. И вот КООТХ – это поле рациональных функций с коэффициентами, являющимися рациональными числами. И в качестве вот этого, так сказать, абстрактного дифференцирования дельта мы осматриваем обычное дифференцирование ДПТХ. Ну вот все по степеням дельта расписали. Я тут, извините, надолго застрял. Да, а элементами матриц являются элементы, соответственно, вот этого вот основного поля нашего. И сюда дифференцировали уже невозможно. Все дифференцирования здесь вынесены. Да. Ну вот, если есть такой оператор, то, в принципе, можно рассмотреть, об этом в тот раз говорилось, и систему уравнений вот такого вида. У будет некоторый столбец. Ну, размеры, если у нас исходная матрица размера L на N, то и столбец Y имеет N элемента. Ну, и вот тогда эта система L от Y равно 0, где L то самое, что было на прошлом слайде, она может быть от системы записана и как совокупность, ну, совокупность из трех элементов уравнений привычного такого вида. Теперь говорилось в тот раз о том, что удобно выделять ведущую матрицу. Вот там нам оператор или систему, что есть ведущая матрица. Вот если мы вернемся сюда, вот при таком развернутом представлении, ведущая, это как ведущий коэффициент в алгебралическом уравнении при старшей степени. Вот, и она здесь отдельно, эта матрица еще раз выписана, и ведущую матрицу будем рассматривать и в связи с оператором, и в связи с системой. L от Y равно 0. Все равно есть то, и в другом случае можно говорить о нем. Полезным понятием для изучения вот такого рода матриц, я имею в виду операторных матриц и операторов в нашем смысле, является понятие сопряженного оператора. Но здесь определение чисто формальное будет и такое алгебраическое. Это не то же самое, что в функциональном анализе, где рассматриваются наряду с данным, линейным пространством, еще сопряженное пространство, и в каждому оператору, действующему в основном пространстве, сопоставляется оператор, который там сопряженным работает. Здесь все более формально. Значит, вот определение 1, здесь оно выписано. Я думаю, эти слайды будут впоследствии вам доступны. По-моему, это все записывается, и как так можно порядка выбираться. Значит, что здесь написано? Что, ну, сначала, что операторная матрица, это мы уже говорили сто раз. Оператор мы используем для квадратных операторных матриц. И теперь вот дальше, то есть определение 1 еще не определяет никакой сопряженности. Вот, для скалярного оператора, для скалярного, то есть, когда никаких матриц нет, сопряженный оператор определяется, как обычно. Вот, но с перестановкой. Это так и в функциональном анализе и где угодно. Вот этот вот дельта в степени К, видите, вылезла сюда. Да, при том, дельта заменилась на сопряженные дельта. Степень К стал степенью К, а коэффициент, который был здесь, он перешел направо. Ну и так с остальными членами. И здесь пока, если вот тут мы останавливаемся на секунду, то остается непонятно, что такое дельта со звездочкой. А дельта со звездочкой определяется просто, вот таким вот образом. Довольно общий подход к сопряженности. Да, так вот теперь, значит, определение более ценное, более содержательное для данного момента. Сопряженный для данной операторной матрицы. Или еще тут с предлогами, можно ли с предлогом К, К операторной матрицы, тоже можно. Сопряженный К или сопряженный для. И то, и другое грамматически возможно. Значит, если у нас матрица А размера М на М, то сопряженный будет размер ее М на М. То есть тут было М строк, М столбцов, а здесь будет М строк, М столбцов. Переставляются эти числа. И получается это из матрицы заменой ее элементов сопряженными скалярными операторами и последующим транспонированием. Что такое сопряженный скалярный, говорили минуту назад. Значит, мы все элементы этой матрицы заменяем на сопряженные, а потом еще транспонируем эту матрицу. Вот так, как написано здесь. Вот от этой переходим к этой. Да. Теперь вот это, то, что здесь формулируется, это на самом деле легко проверяется и остается в качестве задачи. Задачи, но задачи не в смысле проблем, а в смысле упражнений небольшого. Да, так вот выполняются такие ожидаемые, конечно, вещи, как двойное сопряжение. Это нас возвращает к исходной матрице. А если мы находим сопряженную матрицу или оператора для произведения, то это опять произведение сопряженных, но взятых в другом порядке. Вот это вот существенно. Да. И еще вот тут дальше приписано у меня следующий абзац, что легко проверяется ведущая матрица оператора Ель со звездочкой. Вот у нас был исходный оператор Ель. Можно выполнить для него найти его ведущую матрицу. Что это такое уже говорилось. Так вот, у сопряженного оператора ведущая матрица будет другая. Она изменится. Но получается не особенно хитрым образом из ведущей матрицы исходного. Она получается транспонированием и домножением на минус единицу в степени R. А R это порядок исходного оператора. Вот этот вот множитель минус единичный, он здесь возникает, не надо о них забывать. Теперь вот еще понятие в линейной ангибре в обычной и куда без него. Ранг матрицы. Здесь тоже, конечно, если мы работаем с операторными матрицами, здесь тоже ранг играет в свою роль, притом немалую. И определение это очень похоже на линейную ангибрологическую. Вот у нас есть строки, предварительные такие шаги. Строки У1 и так далее УС. Они все одинаковые длины, элементы которых принадлежат вот к вот этому вот кольцу скалярных операторов. То есть они являются вот скалярными операторами. Они линейно зависимы, эти строки. Более подробно надо говорить о линейно зависимы над кольцом вот этих вот скалярных операторов. Это всегда существенная вещь. Линейно зависимы над чем? С какими коэффициентами? Вот здесь вот сами коэффициенты зависимости, они будут операторами. Ну вот то, что скалярными, скалярными. Если существуют такие одновременно неравные нулю, и АФ1, и так далее, и АФС, являющиеся скалярными операторами, что вот эта сумма равна нулю. Ну все ожидаемо здесь. В противном случае эти строки называются линейно независимыми. Но для полноты надо добавлять над вот этим вот кольцом. Но мы не всегда это будем делать, эти добавления, как в тех случаях, когда понятно, о чем речь, будем опускать. Сходным образом определяется, конечно, линейная независимость столбцов. Сходным, но и не полностью таким же. Вот тут важная вещь. Дело в том, конечно, что вот это вот кольцо, из которого мы черпаем весь строительный материал наш, оно не коммутативно. И умножать слева или справа что-то там на элемент вот такой вот, это не одно и то же. Могут получаться разные ответы. Да, так вот, когда речь идет о линейной независимости или зависимости столбцов, то вот эти множители, F1 и так далее, Fs, они используются как правые множители. Как правые. То есть множить надо вот эти, если U1 и так далее, Us, это столбцы, то вот эти множители надо ставить справа, а не слева, как в случае строк. Но вы знаете, я скажу так, что вот в обычной линейной алгебре, если мы какие-то операции над строками делаем в матрице, то этому соответствует, как правило, умножение исходной матрицы слева на другую матрицу, вот которую все эти преобразования и сделает над строками. А если мы хотим оперировать со столбцами исходной матрицы, то надо справа умножать на вот такую матрицу, которая все сделает. Это обычное дело, тут никакой экзотики нет. Но вот тут вот дальше интересно, что тем самым, когда у нас есть понятие линейной зависимости и независимости, мы можем определять ранг матрицы. Ну, что такое ранг? Ранг – это максимальное число линейных по строкам добавленных. Чуть позже станет ясна важность этого добавления. Значит, ранг по строкам. Максимальное число линейных независимых строк в матрице. А по столбцам? По столбцам тоже. Максимальное число линейных независимых столбцов. Но линейная зависимость и независимость – это все-таки по-разному определится. Левые множители и правые множители. В случае столбцов – правые множители. И поэтому допустима такая терминология, и я ей буду тоже иногда пользоваться, что есть ранг по строкам или левый ранг, и ранг по столбцам. Правый ранг также называется. Ну, вот такие определения. Теперь вот предложение один. Оно интересное. Для произвольной операторной матрицы ее ранги по строкам и по столбцам, то есть левые и правые ранги равны. Мне кажется, этот факт интересным. Вы знаете, отвлекусь на секунду, вот я был когда студентом первого курса на лихмате, нам алгебру, ну, самую стандартную университетскую первокурсную алгебру читал Александр Геннадьевич Кулаш. Мы с ним не могли сталкиваться вживую, но я думаю, что его учебник, курс высшей алгебры, он находится в списке рекомендуемой литературы. Во всяком случае, когда Карина Динховна Ким читает мысли и обсуждали это, она говорит, что рекомендует эту книжку. Да, так вот, вы знаете, на меня лекции Александра Геннадьевича были очень интересными, он сам по себе был очень амтистичен, очень интересный человек. И когда вот дело дошло до этого факта, что берем произвольную матрицу, не обязательно квадратную, элементами являются какие-то элементы какого-то поля, у нас-то хуже, мы над кольцом работаем, а там поле в этом, в курсе стандартном, и оказывается, что число линейно-независимых строк дней во вночь и слой линейно-независимых столбцов. Вот я вам честно скажу, я был потрясен этим фактом, я, может быть, кто-то его знал и со школы из моих одноклассников, я не знал этого, и мне показалось это очень интересным и неожиданно. Ну, ладно, это, так сказать, как все называется, факт моей биографии, оставим в стороне. А в традиционном курсе алгебры, который читается первокурсникам, в общем, это доказывается с помощью определителей. Здесь, в нашем случае, вернемся, как говорится, к нашим баранам. Вот, дело хуже. У нас, мы не над полем работаем, то есть там где-то в основе лежит поле, вот это вот К, написанное таким специальным образом, с двойными палочками, но оно там внизу совсем, над ним надстроено, во-первых, обстановится дифференциальным там полем, в конце концов. И над ним мы устраиваем кольцо скалярных дифференциальных операторов, и вот они являются элементами матрицы, и они не коммутативны. То есть, дело довольно интересное. Но, вот тут доказательства этого факта, то доказательство, которое я, так сказать, осмыслил и хочу предложить вам, хотя бы схематично, оно основывается на леме. А лемма такая, тоже все это ожидаемо, и, собственно, в обычной линейной алгебре, конечно, имеет место. Но, тем не менее, здесь с доказательством, если его не знать заранее, приходится повозиться. Так вот, утверждается, что любые М строк, ну, здесь они у меня обозначены, что такое, У1 и так далее, УМ, значит, У1 и так далее, УМ, это строки, в каждой строке и элементов, вот из этого нашего кольца, некоммунитативного. Да. А вот еще, вот, я думаю, где же это умерло? М больше М. То есть количество строк больше строго, чем число элементов в каждой из них. А они все одинаковое число элементов содержат. М. А строк М. М больше М. Вот, тогда эти строки линейно зависимы над вот этим вот нашим кольцом. Если все это спроектировать в обычную линейную алгебру, ну, конечно, конечно, там можно и опять и с определителями, и без определителями доказывать. И все это элементарно. Здесь чуть менее элементарно. Аналогичным образом, если мы берем М столбцов, вот, В1 и так далее, ВМ, опять каждый из них М штук этих элементов содержат из нашего кольца скалярных дифференциальных операторов, то они тоже будут линейно зависимы. Но линейно зависимы вы помните с правым умножением. Да. Вот на этом доказательстве опять не доводя уже совсем до мелочей, до рассмотрения со всех мелких вещей, но кое-что здесь сказать хочется. Значит, как бы нам это доказать? Докажем мы это так. Вот пусть у нас будет П наибольшим порядком оператором из всех как бы сказать наибольшим из всех порядков операторов входящих в строки У1 и так далее УМ. Ну там в каждой строке по М штук этих операторов и строчек еще этих М. Значит, все вот эти вот рассматриваем и выбираем наибольший порядок. Они же могут быть разных порядков, но мы берем самый большой. И теперь еще вот что делаем. Берем мы с неопределенными коэффициентами составляем множители. Ну вот неопределенные коэффициенты, чтобы так такого вида составлять, надо все-таки S какой-то выбрать. Сколько мы этих будем включать в неопределенные коэффициенты? Ну пока S и S что-то у меня тут написано про него, я уже забыл, что больше нуля. Ну понятно, что больше нуля. Да. Да. И вот теперь мы обращаем внимание на следующее, что если мы вот записываем вот такое вот равенство с неопределенными вот этими коэффициентами, которые мы ввели здесь, то раскрыв все скобки, все там сделав, раскрытие скобок здесь с учетом того, что будет применяться дифференциальный оператор или перемножаться дифференциальный оператор, они по определенным правилам перемножаются, о которых говорили в прошлый раз. А потом приравниваем нулю коэффициенты при различных степенях амперика во всех элементах строки, вот этой вот полученной строка получается из нескольких строк получается одна. Мы берем эти несколько строк вот с этими нашими коэффициентами неопределенными. Вот эти вот f с двумя индексами их полно. Значит, они неопределенные, они буковками с индексами там. Так вот, можно подсчитать, что число и приравниваем нулю эти, и тогда получаем систему линейных алгебраических уравнений, алгебраических, никаких дифференцирований там не будет, коэффициенты приравниваем, коэффициенты эти дифференцирования нулю приравниваем, дифференцирований не содержат. И вот такое количество этих однородных алгебраических уравнений относительно наших неизвестных. Так вот, тут замечательное такое обстоятельство помогает, что если s, s, вот оно отсюда берется, s, достаточно большое число, то количество неизвестных в этой системе, которую мы получили, будет больше, чем число уравнений. Ну, из простого соображения, что если мы увеличиваем s на единицу, то это влечет увеличение числа неизвестных на m наших неизвестных. А число уравнений увеличивается только на m. Ну, вот, поэтому отсюда даже на самом деле может быть меньше, чем на m, но не будем совсем негатив влечать. Поэтому существует тест, при котором антитроидическая система имеет непривиальные решения. Ну, повторю, потому что существует тест такое, что число неизвестных букв, которым больше, числа уравнений. Такая система всегда имеет нетременные решения. Вот этот вот хороший прием, он не только здесь работает, что свести там доказательства существования чего-либо, свести к системе линейных ангибраических уравнений. Одного допустим. И добиться того, что число неизвестных в такой системе будет больше, чем число уравнений. Тогда можно быть уверенным, что нетривиальные решения, нетривиальные значит не целиком равные нулю, решения это столбец в такой системе, и не все элементы равны нулю, что нам и требуется. Потому что линейная независимость предполагает, что не все коэффициенты этой зависимости равны нулю. Так что лемма таким образом доказывается. Можно похожую вещь доказать и просто аукции. И то, что там правое умножение дело не портит. Потому что мы поступаем таким образом. Мы переходим вот здесь к сопряженным и опять считаем, что столбцов слишком много. Количество столбцов больше, чем количество элементов в каждом из этих столбцов. И для сопряженных сопряженные к столбцам являются строками, потому что там транспонирование присутствует. И мы уже знаем, что найдутся вот такие одновременно неравные нулю, и Аф-1, и так далее, и Аф-М, скалярные дифференциальные операторы, что вот эта сумма равна нулю. А теперь еще раз применим вот уже к этому сопряжению. и тогда мы получим вот такое вот равенство, как я вот тут мышкой обвожу. То, что мы да, да, то, что мы и хотели бы иметь, потому что вот они столбцы, множители все эти переползли направо, но из Аф-1 стал и Аф-1 со звездочкой и так далее, это нас не пугает, потому что мы понимаем, что если Аф-1 не нулевой элемент, то и сопряженный к нему будет не нулевым элементом. Ну, вот так вот тут чего-то еще какое-то объяснение написано, но я думаю, что и так более-менее мы освоились с этим. Но, собственно говоря, это всего лишь лемма, и лемма такая, которая на первый взгляд выглядит совершенно тривиально, но на самом деле не совсем тривиально, но все, простая. А нас интересует вот это утверждение ранга, что левый ранг и правый ранг это одно и то же. Да. Ну, вот тут я значит, хочу последовать путем, который иногда используется обычной линейной алгебрии. И в частности, вот такое доказательство не для дифференциального случая, а для обычного. Можно найти в книжке Дмитрия Константиновича Фадеева лекции по алгебрии. Ну, я ссылаюсь на 1984 год, это та книжка, которая у меня на книжной полке на моей имеется. Может быть, она и переиздавалась, я не следил за этим. Неважно, эта книжка известна и так же, как учебник Куроша, и это тоже наравне с ними. И вот подмечено следующее. Интересный такой факт. Вот, ну, вот даже возьмем, пока отвлечемся от дифференциального случая, пусть это будет обычная линейная алгебра, пусть у нас матрица и ее элементами являются элементы какого-то поля, ну, пусть рациональные числа или вещественные, кому что больше нравится. И вот такой факт любопытный. Значит, допустим, что ранг по строкам этой матрицы равен, я боюсь импровизировать обозначение, потому что да, л, да, да, пусть ранг по строкам этой матрицы равен L, то есть есть L линейно независимых строк в матрице, и все остальные строки через эти вот L строк уже линейно выражаются. Но мы можем считать эти строки даже для простоты, так сказать, описания процесса, что они являются верхними строчками матрицы нашей. L верхних строк, вот они и есть линейно независимые, а все более расположенные ниже, они все линейно выражаются. Но у нас исходная матрица обозначена буквой большое, мы считаем, а вот эта вот матрица из линейно независимых верхних вот этих строк, как я сказал, это будет матрица А, обозначим так. И вот значит, какой любопытный факт я хочу сказать, который я пущу в общем детали доказательства, но главное сформулируем тут, что утверждается. Вот теперь смотрите, каждый столбец этой нашей матрицы L, он как бы состоит из двух отрезков, верхнего и нижнего. Верхний это те элементы этого столбца нашей матрицы, которые вот попадают в матрицу А, то есть от первого до L, а потом нижнего все остальное. Так вот выясняется вот что, что если вот эти вот верхние отрезки столбцов линейно зависимы, какие-то мы выбрали там несколько и оказались они линейно зависимы, тогда и все столбцы линейно зависимы с этими вот начальными отрезками, не все по всей матрице, а вот те из выбранных, все столбцы вот эти выбранные, они будут линейно зависимы с теми же коэффициентами. Это интересный факт. Он, конечно, на уровне задачи для самостоятельного решения, но тем главное увидеть вот это вот. Доказываться может совсем просто. Здесь вообще говоря, конечно, вот такой факт, что если там верхние части двух столбцов линейно зависимы, то и все столбцы целиком столбцы линейно зависимы с теми же коэффициентами, это, конечно, неправильно. Это неверно. Верхние части вообще могут быть нулевыми, а независимы, а нижние там какие-то намешано все и независимы, и все в целом эти столбцы будут зависимы. Но здесь ситуация другая. Здесь эти верхние части принадлежат, принадлежат, как у нас обозначена матрица А, которая состоит из линейно независимых строк. А все что ниже, все зависимо. Все строки ниже зависимо от этих. Ну, знаете, я, конечно, это все объясняю, не записывая подробно, и говорю коряво, возможно, но надежда некоторая есть, что идея понятна, а уж если это заинтересовало из того, что я сказал, ничего не понятное, то пожалуйста, сюда. Да. Ну да, это уже я проговорил. Проговорил, да. Но не все я проговорил. И из этого следует, что правый ранг матрицы Э не превосходит правого ранга матрицы А, во-первых. А во-вторых, значит, поскольку мы сходным путем вы знаете, что я сейчас обнаружил, что здесь у меня не последняя редакция моих слайдов, я тут сегодня утром кое-что исправлял, ну, дополнял, а сюда попал предыдущий. Значит, если что-то будет выкладываться из этого куда-то, я с Евгением Наумовичем поговорю, я попрошу, чтобы выложена была для вашего пользования все-таки подредактированная редакция, она немножко лучше. Ну, это то, что я сказал вот к данному моменту, это позволяет доказать, что число линейно независимых столбцов в исходной матрице, в исходной, без этих отрезаний верхушек, в исходной матрице, оно не превосходит числа линейно независимых строк в этой матрице. Ну, и другое тоже, в обратную сторону, сходным путем можно доказать. И отсюда будет следовать, что левые и правые рамки матрицы или равны между собой. Ну, и тут надо заметить, вот этот квадратик, это, так сказать, конец доказательства обычно. И я тоже не уверен, что я его всегда ставлю, но в данный момент, в данном доказательстве он поставлен и означает конец доказательства. Да, замечание к доказательству подчеркиваем здесь, что не используется равенство числа строк и столбцов и это утверждение верно и для произвольной прямоугольной матрицы, не обязательно квадратной, нигде не используется равенство. Ну, раз есть у нас понятие линейной независимости, ранга и так далее, то можно говорить об операторах полного ранга и о системах уравнений, системах, которые порождаются операторами этого полного ранга и именно говорим, что полного ранга если строки линейной независимы. Ну, или столбцы это то же самое, как мы установили ранг и там и там один и тот же. Да, вот это ниже из записанных. Да. Очевидно, что ранг по строкам не совсем то, равен рангу по столбцам следствие или... Ну, если мы вот... Ладно, тут это может быть все можно и опустить. Значит, ранг по строкам ранен рангу по столбцам сопряженной макрицы. Это понятно. Не будем на этом застревать. Я так вот не мешаю. Так что больно здесь. Сейчас я о чем речь тут идет. А, здесь речь идет вот о чем в этом примечании. Понял. Понял, о чем речь идет. Вот, если ведущая матрица, я говорил уже, сейчас мы с этим сталкиваемся и впоследствии не раз столкнемся, что ведущая матрица оператора или системы это такой важный объект. И вот тут говорится о том, что если ведущая матрица не вырождена, то весь оператор имеет полный ранг. Не вырождена она, ведущая матрица оператора это квадратная матрица с элементами из нашего исходного из того поля уж совсем исходного, вот над которым строятся дифференциальные операторы. Да. Если ведущая матрица не вырождена, то оператор имеет полный ранг. Но как это доказать? Тут какой-то наброс отдаётся, смысл которого, как я помню, состоит в том, что если бы строки оператора были зависимы, это значит, нашлись бы множители, ну, по строкам как левые множители, такие, что не все равны нулю, так что умножая строки на эти множители и складывая, мы получаем нулевую строчку. Но чтобы при таком действии вот умножение на эти левые множители и так далее происходило бы с ведущей матрицей. А с ведущей матрицей происходило бы следующее, что мы бы вот из этих множителей f1 и fm их старшие коэффициенты, ну, каждый f такой с индексом, он имеет вид некоторый из исходного поля коэффициент и домноженный на степень дельта, на дельта в какой-то степени. Вот ведущие коэффициенты тот, который стоит при дельта с наибольшей степенью. Так вот, строки ведущей матрицы, вернемся к ней, они бы умножались просто на эти ведущие коэффициенты наших операторов маленьких вот этих скалярных и f1 и так далее и fm. Если мы говорим, что строки исходной операторной матрицы линейно зависимы, то и вот такое умножение строк ведущей матрицы на эти вот коэффициенты, о которых я сказал, в сумме тоже выдавой ноль. Но этого быть не может, потому что мы предполагаем, что ведущая матрица не вырождена. Ну, вот так вот это примерно показывается. Тут вот говорят, суммы таких не может равняться нулю, то да сё и понятно. Но вот однако тут надо заметить такую вещь, что неверно, неверно, я думаю, можно вместе написать ту частицу, нет, для меня это не очень просто, как для не вместе, как для разделья, не знаю, как для вас, что операторы обязательно имеют полный ранг, если вот в его записи такой развернутый, то есть вот эти А большие от всей матрицы не вырождена хотя бы одна из матриц АИ. Мы только что, ну, как бы доказали, в общем, доказали, что если А с индексом Р не вырождена, то весь этот оператор имеет полный ранг. Но а здесь пошла речь о том, что если какая-нибудь матрица не вырождена, может быть, и этому досталось. Нет, нет, вот здесь трейлинговая матрица, ну, что такое трейлинговая, ведущую мы определили, я не помню, говорил ли я, что можно и о трейлинговой вести разговоры. Трейлинговая последняя ненулевая матрица, вот в этом, в последовательности этих матриц коэффициента, да, ну, пусть это ноль. Вот, если мы возьмем такой оператор, вот как здесь написано, то у него трейлинговой матрицей будет вот эта вот штуковина, вот, легко убедиться в этом. И она, эта матрица не вырождена, но определитель единицы равен, равен. Но при этом, при этом, вот линейная комбинация строк вот этой матрицы L, я напоминаю, что вот это L, а индекс 1, запятая звездочка. Это означает первую строчку этой матрицы L. То есть имеется в виду мнемоника здесь такая, что первый индекс фиксирован, показывает номер строки, а второй может какие-то любые будут. Ну, это первая строка. Минус, если мы D применим ко второй строке, ко второй строке, то мы получим в точности вот то самое. Вернее, не применим, а умножим на D. Применим, если мы к единице D, мы 0 получим, конечно, дифференцируем, константа дает 0, но если мы умножаем просто D на единицу, то мы получаем D. То же самое, что здесь. То же самое можно просветить, что если мы вот здесь производим это перемножение, то тоже получаем первую строчку и 0. То есть вот для ведущей матрицы это верно, а для этой матрицы вот этот факт, это не факт, это утверждение неверно. Ну это тоже здесь первые строчки как бы определения. Сейчас измените, мы занимаемся, если мы начали 35, это означает, что надо перерыв на 5 минут делать. Давайте на 5 минут прервемся, отдохнем, потом продолжим. Я за секунду через 5 минут я продолжу. подпишем. Продолжение следует... 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 Говорится здесь вот о чем, что если попытаться сформулировать наше предложение о левом и правом рамках, что они равны, попытаться его понимать в том смысле, что и рамок по столбцам понимается так, что коэффициенты вот этой зависимости от времени каждый раз пишутся слева. Они справа, как мы говорим. То есть по строкам они слева пишутся, и по столбцам мы говорим справа. Ну, допустим, что тоже будем в таком левом смысле все понимать. И вот тогда это доказанное предложение становится неверным. По Дмитрию Выкову так можно было бы и в разделе неверным написать. Совсем неверным. Теперь мы переходим к понятию, подходим к понятию унимодулярного оператора. Ну, унимодулярное это то же самое, что допускающий обратный. Такой, для которого есть обратный. Причем обратный такого же вида. Вот опять с элементами. Это опять будет матрица такого же самого размера. Ну, раз мы говорим о пиратах, значит, подразумевается, что квадратная матрица у нас. Такая же квадратная матрица с таким числом элементом строкам и столбцам. И произведение дает единицу. Ну, можно и говорить, и слова употреблять. Обратимая матрица. Ну, вот такой есть термин, ну, не модулятор. Можно его использовать. Здесь нам пригодится еще для дальнейшего понятие. Вот это вот я пишу альфа и 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 наибольшие целые капли, которые вытаскивают строка матрицы. Сейчас я сам еще раз осмыслю, что здесь написано. Я объясню вам, прошу прощения, на дирочку. Да, собственно говоря, вот о чем идет речь. Вот у нас оператор этот наш написанный в таком размере, как мы называем, по степеням дельта с матричными коэффициентами. И вот мы смотрим с вами, начиная с наибольшего индекса, то есть слева. Ага, здесь вот какая-то индекса. Ну, и зафиксировала. И фиксировала у нас. И три строка здесь нулевая. Так, а здесь. А здесь тоже нулевая. И идем дальше. И вот где-то находим матрицу, где она все-таки не нулевая. Ну, может быть, что она везде насквозь нулевая. Но этот случай, вынужденная ее там, можно считать, что ну ладно. Допустим, нашли вот такую матрицу, двигаясь слева направо, где это не нулевая строка. Ну, вот тогда вот эта вот величина, вот с этим пи, она и обозначает номер той матрицы, в которой в первом, двигаясь слева направо, вынужденную вот ненулевую строчку. Ну, вот это тут и написано. Так. И такой альфа-итой будем называть порядковой этой строки. И, соответственно, порядковой этого уравнения, если мы не сам оператору, а система рассматриваем. Ну вот, и еще один момент, что вот из этих строк ненулевых, которые мы таким образом наберем, он сначала по первым строчкам двигается и выискивает первую ненулевую строку, потом по второй, по третий. И из них собираем матрицу. Вот. Из них собираем матрицу. И эта матрица называется фронтальной матрицей оператора. И системы соответствовали от их и правдой ненулевую. То есть у нас есть ведущая матрица. Вот эта вот. Вот она, ведущая. А есть фронтальная еще, которая собрана из первых ненулевых строчек. При просмотре слева направо. Ну, наверное, у меня там дальше есть пример. Да. Вот пример. Вот фронтальная. Ну вот, что касается первой строчки, здесь все просто. Здесь сразу ненулевая строка, мы ее и пишем, фронтальную матрицу. Теперь по вторым идем строчкам. Тут плохо, тут ненулит. Зато и здесь ненулит. Вот сюда значит, что это будет ненулит. И, наконец, третья строка. И тут ненулит. А тут ненулит. Мы здесь ненулит. Вот. Ну, вот если нет ничего ненулевого, это могло бы быть так, что мы движемся, есть ненулевая строка, есть и тут бы оказалось, и тут ненулевая. Ну, тогда в фронтальную матрицу попадает ненулевая строка. Ничего не погибло. Так вот, значит, подходим. Я уже проговорил это. Ну, еще раз, тут вот определение, что унемодулярным или оперативным оператором называется. У. У. Ну, у это такое стандартное, может быть, обозначение, потому что юнит по-английски. Ну, вот что-то такое. А здесь у с чертой, если существует у с чертой, такое, чтобы то бы эти произведения равны и единичной матрицы порядка L. L – это у всех будет порядок L, ну, и единичный. Ну, и вот это вот у с чертой стандарта будем обозначать, как правило, будем обозначить U в минус первой степени. Ну, и тут пояснение, что термин унемогулярный применяется к операторам и матрицам, а обратимые к элементам любых, конечно. Ну, когда, в том смысле, что, когда мы осуждаем, например, о целых числах, мы не говорим о немодулярных числах. Обратимых там же целых числах всего два. Единицы и минус. Вот пример у немодулярных операторов обращают по отношению друг к другу. Хотя, если эту матрицу умножать на это, то получится единичная матрица. Хотя тут вот оператор дифференцированный встречается и все такое. Пример совершенно кое-что не ментарный. Вот чуть более сложный пример у немодулярных операторов. Значит, если мы берем вот этот вот оператор, все-таки тут уже наборочено разного, не так просто, как на предыдущей странице, то можно убедиться, что обратно к нему будет вот такой оператор. Ну и наоборот, автоматом вот для этого будет этот оператор. Но можно показать, тут написано, что это очевидно, действительно. Очевидно, я думаю, что произведение двух у немодулярных операторов опять же немодулярных появляется. Ну тут обычное правило действует, что если мы берем два оператора у немодулярных, ну как назовем, L и M, да, то обратным к произведению этих L и M будет вот что? L в минус 1 на L в минус 1. То есть произведение L и M в таком порядке, а для построения обратного надо перестать, L не успел на L. вот чего здесь можно добиваться, и это будет полезно для дальнейшего. У нас есть некоторый оператор L. Есть некоторый оператор L полного рамка. И вот существует у немодулярный оператор U такой, что вот это вот произведение U на L имеет невынужденную фронтальную матрицу. Вообще фронтальная матрица не обязана, конечно, быть невынужден. Чем угодно может быть. Но вот умножением слева на унемодулярную матрицу или оператор можно добиться того, что фронтальная матрица станет невынужденной. Вот здесь такой, я бы ей краткая карта. С нами как-нибудь кратким ставится. Это хорошая вещь, потому что, ну, как бы умножение на умнемодулярную или на обративую матрицу – это в некотором смысле вещь такая безопасная, потому что, когда мы имеем дело с первым уравнением, то умножение на такую обративую матрицу, она не меняет пространство решения этой системы. Мы как перешли к новой системе, так и назад можем вернуться умножением на обратную. Это известные вещи. Да, так вот, касаемся этого предложения. Возвращается к нему. И опять я даю некоторую схему доказательства. Это редукция. Здесь доказательства по величине. Вот видите, тут написано сумма вот этих самых альфа-катов. Альфа-каты, я объяснял это, что это вот при составлении фронтальной матрицы, ну, нужно ли это делать, не знаю, но давайте вернемся. Вот она, наверное, и здесь написана. Мы, допустим, работая с первой строкой, отыскиваем в первых строках этих матриц, двигаясь слева направо первую, не нулевую. И вот как только нашли, то берем индекс вот этой вот матрицы коэффициентов, который мы нашли. И это будет альфа-каты. То же самое, второй, третий и так далее. Да, так вот мы индукции по величине вот посуднее этих альфа. Когда фронтальная матрица не вывождена, если она изначально не вывождена, то у нас вот ничего делать не надо. В качестве У мы фактически берем единичную матрицу. А если она вывождена, то значит найдутся коэффициенты с одним собственностью. Посмотрим, каким строком соответствуют ненулевые коэффициенты из этих. Они не могут быть все нулевыми, но среди них могут попадаться нулевыми. И мы выбираем из тех, значит, коэффициентов ненулевых. Каждая из них соответствует какой-то строке. Одному индексу здесь просто. И из этих строк, которыми они соответствуют, мы выбираем строчки с наибольшим порядком. То есть это наиболее, так сказать, выдвинутое налево. Пусть будет этой строкой, это будет этой строкой. И вот тогда мы строим вот такую вот матрицу W, как здесь написано. Выглядит она как страшновато, не очень, но все-таки. И страх-то меня охватывает, когда я начинаю фантазировать, что бы было, если бы мне надо, то сейчас на интерактивной доске. Ладно. Вот такая матрица, вы ее видите. И мы теперь умножаем исходную матрицу. И у нас исходная матрица на вот эту вот самую матрицу W. да, и вот в чем полностью, что после этого умножения и т строка, и т, которую мы выбрали, помните, мы с коэффициентом выбираем не нулевые, а из этих не нулевых выбираем тот, который соответствует строке с наибольшим порядком, с наибольшим альпом. И в результате вот это, это нам дает вот это И. А в результате вот этого вот преобразования в этой строке порядок уменьшится. Мы прибьем, вот потому что это те самые коэффициенты, которые там обнуляют. А здесь вот эти вот множители, ничего в них ужасного нет, это мы просто фактически вбегаем в каком-то смысле строки, чтобы те строчки, которые в матрицах коэффициентах, которые образуют фронтальную матрицу, чтобы они вот в этом произведении были одна над другой. Не так, что левая здесь, правая там, вторая где-то, еще третья, опять куда-то сдвинута. Они все сдвинуты, и вот после этого с коэффициентами службы берем и тем самым мы понижаем порядок альфа-итра. То есть вот удалось пометить значение этой суммы всех порядков, потому что все порядки остались без изменений, кроме альфа-итра, который уменьшил, значит и значение суммы уменьшил. И по предположению индукции, вот для этой новой матрицы найдется У с волной такой, что вот этот вот оператор. У с волной на Эль с волной, а Эль с волной – это тубль В на И. То есть вот это вот произведение имеет невыразденную фронтальную матрицу. по предположению индукции. Все хорошо, все хорошо, но нам надо, чтобы получился множитель, чтобы вот это вот у с волной на дубль В было у немодулярной матрицы. У с волной, ну немодулярной. А дубль В, вот мы ее написали, эту матрицу вот вверху написано, но пока про у немодулярность ничего не говорим. А на самом деле она допускает обратную. И эту обратную матрицу можно явно выписать. Вот она здесь выписана у меня. Ну, проверка этого такая, проверка с выписыванием всех выражений там и приведением подробных и все такое, это остается в качестве легкой задачи. Но на самом деле понятно, что имеется в виду. Вот если с помощью той матрицы W мы добивались до того, что в этой строке прибавлялись какие-то матрицы там и с нужными коэффициентами. Не матрицы, а строки. С нужными. То есть здесь они вычитаются как-то назад все. И все назад возвращается. Туда и назад как бы это вот, значит, одна матрица обратная в другую. Но это так неформально. На пальцах фактически это можно выкладками проверить, что из таблицы держания вот этой нити-призадачи. Да, вот на слайде 3 тут сказано. Фронтальная матрица. Ну, я могу к слайду 3 вернуться, конечно. Не хочется вертеть это туда-сюда. Ну, и действительно была такая матрица. Фронтальная матрица была вот такая. А говорится, что в качестве вот этой матрицы U, ну, давайте к 3 все-таки вернемся. А это 23. Ну, ладно. Да. Стерна. То есть вот она фактически вот оператор. Фронтальная матрица. Ведущая. Здесь выработанная. Это ясно. А тут и фронтальная. Надо для нее написать. Да, это ведущая. Ведущая матрица. Вот тут так. Вот, значит, имеется в виду вот это вот. Там ссылка на слайд 3, правильнее было бы сослаться на слайд 2. Да. Ведущая для нее имеет вот такой вот вид. Ну, я слышал, что она выведена. У нее две страницы пока нет. В качестве U здесь выступает вот такая вот матрица. Если идти тем путем, который в предыдущем предложении было обозначено. Видите, тут деференцирование. Ну, строки надо двигать как-то. Да. И вот эта вот L-краткая, так сказать, вот приведенная, то есть матрица L, приведенная путем помножения на уни-модулярную матрицу из-за такого виду, что ведущая становится не ведущая, а фронтальная становится невынужденной, и это вот получается вот что. Ну, если L-краткая, я позволяю себе так читать, потому что значок – это то же самое, что на L-кратке пишем, то получается вот после этого умножения такая матрица, и фронтальная матрица. Вот видите, здесь в качестве первой строки именно просто вот эту, да, в качестве второй вот эту вот, потому что вторая строки этих матриц структули, вот именно в первый раз вот эту, и третья строка, что-то тут странное написано почему-то. Третья, а что вы должны… А, нет, все правильно, третья, здесь первый двор, вот эту строчку берем, да, все правильно, я уже буду рассмотреть. Да, и говорится тут, что матрица – это невынужденная, она правда невынужденная? Что-то как-то сомнительное это. А, нет, не сомнительно. Тут, если рассматривать по этому, по… Вот ненулевое произведение, так. Ненулевое, остальные все произведения нули, но только… Я думаю, что х, оно равное, не минус х, потому что это произведение минус х, действительно, но это произведение само должно было в процессе с отряком минус, значит, не плюс х. Так что матрица не выразлена, но определитель близпосчитан не ел. Я это поправлю. Батрица-четвертый слайд. Ладно, запомню. Да. Ну вот, важно вот что, и это важный момент здесь, что мы уже говорили о том, что если ведущая матрица в операторе не вырождена, то этот оператор имеет полный рамень. Замечательно, да? Это ценное отстояние. Но можно доказать похожим образом, но слайд 13, я не возвращаюсь к нему, написано, не возвращаюсь, потому что ясно все так как. Если фронтальная матрица не вырождена, то этот оператор имеет полный рамень. Там было доказано, что если ведущая не вырождена, а я сейчас вот тут пишу фронтальная матрица. Доказательства примерно то же самое. Ну, посмотрите, вот. А тут упражнения. Правильно, я думаю. Но посмотреть так для упражнений – это неплохо. Ну, позвольте мне вот на этом сегодня закончить, потому что можно будет дальше еще идти, но довольно много тут технических всяких вещей, и перегружаться с ним за один раз не очень простое. В следующий раз мы пойдем еще дальше. Я, наверное, вот продолжу со слайдами это, чтение лекции, потому что, конечно, читать лекцию гораздо легче и неприятнее, но эти слайды, скажу вам, что я, чтобы подготовить, вот их затратил не менее 8 часов на это. Конечно, жалко. Но, с другой стороны, все равно лекции надо готовить. После 8 часов, ну, тоже лекции требуют. Ладно, скорее всего, будет со слайдами. Слайды я бы хотел, чтобы были вам доступны. Причем, вот тут не самые...